Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по Вебройзу. Трее! Стребуха нету, блин! Я за него, мацаны, чё? Недоволен чем-то? Я, ну, на час поменял его. Я кабинет его занял. Свалило отсюда! Тут всё моё! Ребятушечки, здравствуйте! С вами расхититель помоечки. Я в Краснодаре, в этом солнечном прекрасном городе. Здесь прекрасная температура для того, чтобы расхитить местные кормилицы. Помойка меня уже хочет, как всегда, обуть. Но я шляпу с рынка брать не буду. Мне должен только брендовый шмост, брендовая обувь и всё то, что мне надо. Деду надо вот этот триммер у ребятушки Филипс. Я его беру, он ещё и с насадочкой. Зацени! Тупо на изи сразу триммер с блоком питания. Ребятушечки, ставьте лайк, потому что я сейчас прямо на ваших глазах нашёл себе приобуться Фила. Ну, скорее всего, это Фила с рынка, но тем не менее, они ещё побегают. Тык-тык-тык-тык! О, штанишки! О, лё! Шапки две, две шапки. Две шапки и эти штаны детские или что? Сайз 110, Релма, бренд Релма. Это детские штаны, хорошие. О, сейчас я побывал в Нью-Йорке. Ай-яй! О, так это же мини-весы. Они ещё и рабочие. Чувак, он настоящий. Ребят, я в шоке, помойка дарит кэш. Это реально настоящий один доллар. Охренеть, сколько доллар сейчас? Рублей 80? 80 рублей нашли. А это кухонные весы. О, чё это? Изолента. Какие-то ещё весы. О, они ещё работают. Ребят, мини-весы какие-то. Карманные как будто. Мини-весы, изолента. Чё за набор такой? Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, чё это всё? Мини-весы, изолента. А вот эти, кстати, работают. Вот изолента весит 25 грамм. Кстати, джинсы от бренда Ли. Это дорогой бренд, качественный. Тесно, оригинал это или нет. Первая помоечка Краснодара, в которую я должен выкинуть для начала свой мусор, чтобы потом из неё извлечь ценные находки. Ребят, вы посмотрите, а помойка-то вообще сытная, заваленная. Столько свежачка. Тут район, где очень много новостроек. А я такие районы люблю, поэтому мы сюда и приехали. Это Илюха, куда пошёл? Поздоровайся со всеми. Помойка кормит, да? Да. Это да. Итак, что мы тут видим? Короче, много макулатуры различные, но это мне неинтересно. Меня интересует вот этот бачок, который очень сильно завален. Прям капец. Мы посмотрим, что будет по находкам. Возлагаю большие надежды на Краснодар, дуребитушечки. О, как же, блин, без фена. Фен это классическая находка. И в Питере, и везде. Ну, тут нифига себе толстый кабель. Это на медяшку можно взять. Клетка для птички, для хомячка. Наверное, он помер у ней. Клетка нужна? Нифига себе, цветы нормальные. О, нифига, крылышко выпало. Наггетсы выпали. Обалдеть, KFC свеженькое. Это свежачок, пирог. Да тут столько еды, капец. Оу май, пацаны, оголяйте. Причиндалы, зацените, что тут происходит. Обалдеть. Даже колготочки есть нюхательные. Сказка. О, охренеть, мясо. Шашлычок. А что он позеленел? Шашлык какой-то зеленый. Наверное, он просто стух уже. Одежда. Приодеться. Даже, кстати, это мужское. Спортивки. The North Face. Ребят, The North Face. Ну, это паль, скорее всего. Прикольный. Я вот, может, себе возьму. А, порванное очко. Ну, зашить надо. Помоечка меня уже пытается одеть в Краснодаре. Кроп, XXL. Вот еще футболка. Ну, в принципе, не было бы у меня футболок. Я бы взял. Мясо замороженное. Куречка. О, нифига, гранатик. Свеженький, сладенький по-любому. Кстати, ребят, сытым в помойках лазить, ну, вообще не вариант. Тяжело очень. В помойках надо рыться и быть всегда голодным. Тогда и азарта больше, и желания. Больше находок будут в руки пытаться попасть. Ведь помоечка чувствует. Вот, мне поесть дает. Слоеночку, булку. Булка с сыром. Цветные панцеры. Это классика, да. Мочевидный. Так. Кормилица какая крупненькая. Ой, вот я в предвкушении. А тут вывозили относительно недавно мусор. Опа. Вынос хаты. Цепи. Охренеть. Цепи клеопарды. Клеопатры. То есть, сердце какое-то. Это же медальон, наверное. Там внутри должно быть что-то. Сердце это раскрываться должно. Но это бижутерия. И кто-то это реально носило. Но все протерто. О, коробка от телефона. Кстати, тяжелая. Тяжелая коробка. Samsung Galaxy S6 Edge. Чехол там. И все. Чувак, там телефон. Я тебе серьезно. Вот Samsung Galaxy S6. Еще и с целым экраном. Слушай, мне нравится Краснодар. Охренеть. Тут беспроводная зарядка даже есть. Тут батарея вздулась. Из-за этого его выкинули. Я свидетель, я сам в шоке. Все. Все, я попробую его включить. В машину придем, попробуем на зарядку поставить. С коробкой, с чехлом. Правда, каким-то драным. Обалдеть, ребят. Samsung Galaxy S6 Edge. Вот. На 32 гига оперативка. Короче, в нем есть 4G LTE. 64-битный Octa-Core процессор. 16 мегапикселей камеры. И 32 гига встроенной памяти. В этот пакет сейчас находки буду складывать, если еще что-то найду. О, кстати, может... Это не от него чехол? Не, не подойдет, да. Опа, техника всякая. Какая-то штука. Вот сюда крона вставляется. Какие-то датчики. Это, наверное, пожарные датчики, да. Вот, можем крону сейчас вставить, проверить. Но он не светится, ничего не делает. Видимо, их ремонтировали. Ой, шприц, вот это опасная тема. О, все-таки работает. Это сигнализация на помоечке. Ну, ладно, выключим. О, пару блинчиков с творогом. Блинчики. Контейнер с яичками. О, Glorix. Чистит и дезинфицирует без хлора. Это мыть. Домой там что-то мыть. Дезинфекцию делать. Я, кстати, вот в Сочи был, тоже телефон нашел. Но похуже этого Самсунга. А, там тоже аккумулятор, кстати, вздутый был. О, это рыба, рыбка или мясо. О, антенный кабель. Но это на медь не подойдет. О, одноразочка. О, еще одна одноразочка. Возьмем. Две одноразки. О, ни хера себе. Это Charon или как его там? Это вейп, ребят. Топовый вейп. Да, Charon Baby. Ребят, Charon Baby. Со свистком, походу. Что это? Свисток. Charon Baby, ребят. Он заправляется на Type-C. Обалденно. Неплохо. Кого-то, да, мамка спалила и выкинула нафиг этот Charon. О, ни хера себе. Одноразки в коробках. Это что, бракованные, наверное, какие-то. Они, кстати, вообще как новые. Ребята, они новые. Это, наверное, из магазина бракованные какие-то. Неплохо. О, новая, прикинь, пепельница. Из глины или из чего-то она сделана. Новая, прям в пленочке. Вот это надо брать. Шоколадный, шампанское шоколадное. Ребят, это тупо шоколадка, смотрите. Что это за мешочек? Смотри, мешочек нашел какой-то. А я знаю, что тут уж и по ощущениям. Сюрприз для заднего прохода. Да, да, тема. А он, кстати, новая вроде бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это сказка, топовая находка. Вот я постоянно нахожу что-то вот такое. Капец, она огромная, ребят, она новая. Вот это тема. Сюрприз. Какие сюрпризы мне нравятся. Берем. Да ну нахер, что, еще один сюрприз? Чувак, да сколько тут этих мешочков, оно новое. Это набор. Обалдеть, ребят, еще одна новая вообще. Вот это тема. Вот это мне надо. Это я беру. О, есть, еще один. Да блин, да как они тут так раскиданы, эти мешочки? Ребят, еще третий уже. Уже, ребят, вот, смотрите, три мешочка. Охренеть. Сейчас будем проверять, работает это Чарон или нет. Работает. Работает нормально. Но он где-то 3000 новый стоит, вот так, две с половиной. Тебе, по сути, теперь жижу купить и можно это курить. Гариков нет. Попробуй-то, а вот это сразу. Ребят, тупо Чарон Дэби с помоечки рабочей. Запечатан. Они новые, это с магазина. И вот там открой тоже заглушку вот эту. Ага. Как будто сел. Но он новый, не мог сесть. По идее, это надо зарядить как-то эту одноразку. Еще одна. Тоже на вид новая. Брак. Кстати, да, подписали, что брак. Значит, аккумуляторы у них. О. Это работает. А что с ней может быть? Только она полностью рабочая. Тупо рабочая, ребят. Вот такая вот эльф-бар на 2000 затяжек. Клубника-виноград. Новая. С помоечки. И Чарон Бэби рабочий. Так, вот это рабочая. И смотрите, Самсунг. Зацените, он работает. У него, кстати, экран изогнутый. Тут, по сути, аккумулятор поменять и заднюю крышку и все. Сейчас попытаюсь включить, чтобы проверить сенсор. Конечно, из-за вздутой батареи, возможно, он очень долго будет заряжаться. Сейчас, если он не включится, то чуть попозже я его еще раз попытаюсь включить. Лоток под симку у него сверху. Может, даже симка стоит. Короче, ребят, попозже я его еще раз попытаюсь включить. Сейчас он еще не зарядился. Но, если индикация заряда есть, он уже, можно сказать, рабочий. Ребят, он включается. Самсунг Galaxy S6 Edge. Powered by Android. Опа. Главное, чтобы сенсор работал. Потому что, если это оригинальный экран, то только экран с этого телефона 2,5 тысячи будет стоить. Ну, а если поменять батарею и заднюю крышку, то этот телефон можно за 5 тысяч продать. Да ладно, сенсор работает. Я его разблокировал. Он что, даже без пароля? Без пароля его, наверное, почистили. А, он с сим-картой охренеть. Аккумулятор поменять и заднюю крышку, и все. И можно пользоваться. И в нем есть беспроводная зарядка. Топовая находка. Проверим, кстати, камеру. Нормальная камера. Насколько я знаю, вот снял зарядки, работает. Это, ну, топовый телефон был когда-то. На него можно видосы снимать. Вот, я запись видео включил. И в нем даже как будто стабилизация есть. Не так уж, чтоб дергается, но стабилизация есть какая-то. Нормальное качество видео. Обалдеть, рабочий телефон. Ну что, осмотрим кормилицу? Я думаю, в ней что-то будет. А вы как думаете, в ребятке? О, ошкуди, ну все зарыганное. О, вот почему надо проверять, блин, все коробочки. Новые, оригинальные наушники для Самсунга. Возьмем, конечно, это к тому Самсунгу, блин, в комплект. Там часы, кстати, выпали. Вот, часики выпали. Нихера себе. Встали, стеллблэк, 3 метра ватер. Можно на 3 метра под воду с этими часами нырять. Нихера себе, 2 евро. Ты смотри, там что-то есть в этом пакете. Тут кожаный ремешок в этих часах. Часы от бренда Кинг Кварц. Ну, блин, смотрятся они офигенно. Женские часики и 2 евро еще бонусом. О, одноразочка. Кайф. О, это чего? О, смотри. Dextom G6. Чё за Dextom G6? Что это такое? Ребят, какой-то прибор непонятный. Ой, там, прикинь, иглы. Там игла внутри этого прибора. Что это? Там игла внутри. Это, наверное, в аптеке продают. Какой-то сенсор. А, это, наверное, вот эти... Это что-то вот так вот. Это глюкозу мерить в крови. Для тех, у кого диабет. Вот эта вот тема. Такое брать не надо. Пааа. Так, чё? Тут у нас макулатура. И сытные кормилицы. Вот это интересно. Очень интересно. Надо запрыгивать. Оу. Делаю анбоксинг. О, 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 вынос хаты. Нифига себе. Это же прикольная вот эта маска. Вынос школьника. Да, эта маска светится. Ребят, кто знает такие маски? Они же очень популярны. У школотронов. О, две маски как раз. Тебе и мне берём. Это прикольно. О, нифига себе. Охренеть. Это смарт-часы с GPS-ом и с камерой. Это реально школьник с ними ходил. Это часы, по которым можно отслеживать геолокацию школьника. Ну, родители так следят за детьми. Только почему-то они не включаются. Блок питания. И зацени. Какая топовая универсальная зарядочка. Вот тут только надо починить чуть-чуть. А это, кстати, пистолет прикольный. Он резинками стреляет. Так, есть тут ещё чего-нибудь? О, нифига себе. А вот, кстати, это вот. Как раз батарейки для вот этой штуки. Для маски. Это вот сюда проводки подключаются к маске. Ещё блок питания. А вот зарядка для этих часов. Для смарт-часы. Их даже самому можно носить. Тетрис тоже прикольный. Тоже надо брать. Тут и вот и батарейки есть, блин. Наверное, они и рабочие по-любому. Как раз в Тетрис ставить. Или в эту маску подсветить. Для подсветки. Опа. Кто-то не очень хорошо учился. Одни вопросики. Тройка вон. Двойка. Не готов к уроку. Вот, ребят, хорошо учитесь. Тогда будут у вас одни пятёрки. Учиться надо всё-таки. То будете, как я, по помойкам лазить. Картина по номерам. Частая находка. Это квадрокоптер. Вот найти бы его. А? Пятьсот рублей. Сувенирные. Сто долларов. О. И пятьсот. Ну, тоже дубли, блин. Я даже не удивлён. Постоянно помоечка хочет меня обломать. Но чаще всего хочет порадовать. Опа. А вот тут что-то есть. Химия. Тут, наверное, всякие эти растворы. Для того, чтобы химичить. Химический набор. Ну вот, всякие эти. Жижи для химии. Блин, опасная тема. Вот здесь раствор азотной кислоты. Натрия. Гидроокись какая-то. Находил я такое. О! Жёсткий... Чувак! Сата-3. Корсейр, ребят. Жёсткий диск. Я думал, это ССД. На 240 гигов. Жёсткий. ТВ-приставка. Аренбокс. ТВ-приставочка с пультом. Переносной модем. Опа. Ещё жёсткий диск. Сиаджей. На 320 гигов. А? Классно работает. О! Круто! Рабочая, ребятка. Вот. Хозяин. Говорит, это я выкидывал. Рабочая ТВ-приставка. И в ней жёсткий диск стоит. Если я не ошибаюсь. Да. Внутри неё жёсткий диск должен быть. А, не, не, не. Ну, сюда HDMI кабель. Вот пульт. То есть, можно к телеку подключить. Жёсткий диск, я он сказал, что мёртвый. Но их всё равно продать можно. Ну, если так, по секрету, ребят. Их восстанавливают. Оу май. Там даже есть курточка. И, скорее всего, это куртка доставщика еды. Мегафон. Я... Я... Я мегафон. Опа. Раз. И зарядочки. Какие-то драные. О, кстати. Тут телевизор кто-то разбил. Коврик для мышки. Коврик для мышки. Маленький. Нужен тебе? О, еда. Это этот. Майфуд. Готовые блюда. Ой-ой-ой. Вот это причиндал. Сказка. Опа. Вынос с хаты. Чувак. Телефон ещё один. Да ладно. Это Моторола. Ещё коврик для мышки. Телефон. А, пауэрбанк. Большой такой. Крутой, походу. Нормальный. Так. Дальше смотрим. Аккуратно. Моторола. Охренеть. Это... Ребят. Это была топовая Моторола. Смотрите. Блин. Да зачем её разломали? Охренеть. Я даже такую Моторолу не видел. Элитная какая-то. Коллекционная вообще. На 2 гига памяти Моторола. Охренеть. Она так блестит. Такая приятная. Включится? Нет. Это коллекционная. Я думаю, они дорого стоят. Даже вот в таком виде её купят. Пауэрбанк. О, нифига он с этим. Даже вот фонарик работает. 0% заряда. Ну ничего. Зарядим. О, нифига какая рамка. Для фотографии. Опа. Клавиатура от ноутбука большого. Или нет? Вроде да, да. От огромного ноутбука клала. Но ноутбука, к сожалению, нет. Кстати, батареи от этого ноутбука. Их, кстати, вообще покупают на барахолке. Не знаю, как в Краснодаре, но в Питере покупают. Ой, тоже сытненькая. Оперативный захват кормилицы. Ребетки. Штребух. О, кофеварочка шляпная. Но это провод сразу на четвертование. Вот так, на медяшечку. О, что это? Это что за игла? Ребят, что это? Кьюида какая-то. Какая-то игла там. Салфетки в виде долларов. Это вынос бабушки какой-то. О, переходничок вот такой тоже можно продать. Браслет. Браслет. Шестигранников парочку. О, там какая-то монета. Походу старая. Точно старая. 50 рублей. А, 93-й год. 1993-й год. Можно взять. А вот это, блин, пробы нет здесь? Было бы это золото, но похоже на бижутерию. Ладно. Можно взять там, подетальнее проверить, по-моему. Кипятильник тоже можно взять. Он рабочий, по-любому. Шрачка всякая. Тирамису вкус виловский. Яички. Сосиски. Опа, 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 опа. Вынос хаты. Оу, май, сюда, иди сюда. Кудя, сюда. Сейчас я тебя разорву. Сейчас вот тут еще есть, еще. Кудя, кудя. Так, дальше. Вот тут уже поинтереснее здесь. Все эти штучки. Брючки, диски. Оу, Wi-Fi роутер на две антенны Делинк. Старый, но пойдет. Скорость тут, наверное, 100 мегабит в секунду будет. Ну, что-то такое. На продажу, в принципе, пойдет. Надо блок питания от него найти. Опа, что-то тяжелое. Оу, блок питания для ноутбука. Что-то написано. Игорь Беш какой-то. Игорь Беш пользовался им. Часики кварцевые. Какие-то прозрачные такие прикольные. Тоже взять можно бижутерия, шляпа. О, 10 юаней, походу, там внутри. Брелок из Японии, походу. Ой, блядь. Рыбитушечки. Сытная кормилица. Мой компаньон уже раскатал губу на метный кабель. Но чуть-чуть не повезло. А я полез. О, пивасик. Взрывоопасный. Хлеба. Целый батон. Даже плесени нет. Хорошенький. О, ошкуди. Ошкуди. Ребята, то, что тут вот такие баки большие, как в Питере, мне уже нравится. Что это? О, утюжок. Сюда. О, это, нифига себе, он еще вот такой, ребят, обалдеть. Топовый утюг с подставкой, которая соединяется. Редмонд. Покрытие надо только отмыть. Ну, такой можно продать вообще за 1000 рублей. Главное, чтобы он не протекал. Забираем. Еще ашкуди. Капец, сколько тут еды выкидывают, ребят. Котлеты замороженные, вот холодные. Еще котлетки. И вот еще котлетки. Какие кормилицы тут сытные, ребят. Пузатенькие, за забором. Чисто для меня. Располагают кормилицы к себе меня. Так, тут всякий картон. Это неинтересно. Интересны гаджеты. Есть они здесь? Сейчас посмотрим. Ой, капусты столько. Жаль, что это не деньги. Швепис. Прикольно, люблю швепис. Геркулесик, рис. Итальянский, рисони, барилла. Made in Italy, ребят. Обалденно. О, запечатано это что? Я не знаю, чего это такое. Консервы, состав чечевица, вода, овощи, картофель, картофель, зеленый, морковь. Перец, лук и помидоры. Это что-то итальянское. Тебе вот такое надо? Да ну нахер. Ребята, я в шоке. Охренеть. Это все в одном месте ты нашел? Охренеть тут. И эльф бар. И эчкуди макс. Охренеть. Сколько одноразочек. И все сытненькие. Большие такие. Вот это надо брать. Охренеть тут жрачки. Молоко. Сколько пакетов. Кубанский молочник. Каждому по вкусу. Ну да. Годен до 11 числа. Так оно нормальное по-любому на вкус. Вот еще охренеть. Йогурт персиковый. Годен до 6 числа. Это с какого-то магазина. Ой, 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 ребятусечки. Вот это сырки. Вот это я точно сейчас поем. Я их очень люблю. Сырочки это вообще тема. О, щит. Сырок глазированный. Годен до 7.02. До 7 февраля. Вообще нормально. Вообще просрочен дня на 3, наверное. Сырочки бомба в ребятке. Welcome to the club. Опа. Сразу приодеться в ребятушечки. О, нифига. Детская одежда. Курточка. Еще одна. О, нифига. А, Пума. Краснодар. Футбольный клуб Краснодар. Пумовская. Курточка детская. Угу. Оригинальная. В карманах ничего нет. Не, ну это прикольно. Смотри. Груша боксерская. Детская. Разорванная. Бананчики черненькие. Они так-то внутри-то хорошие. Вот я же сказал, хорошенькие внутри. Краснодарские кормилицы. Что тут есть? Будет чем поживиться? Нет. Эй, моя территория. Что говоря, седу? Вася. А что такое? А что? Ну, какую я забил эту территорию. Контролирую ее. Нельзя мне здесь рыться? Ну, я не знаю, взял или нельзя, блин. Ты хочешь выгнать меня или что? Да, как бы, ну, можно и договориться пополам. Ну, давай. По металлу, по меди, по алюминию. Ну, это я шарю за медяшку. За латунь. А не знаешь, цена? Падает, не падает. Ну, медь рублей 600 за килограмм. А у вас тут как? В Питере 600. Ну, да. Сейчас закурю бэк. Давай. Давай посмотрим. Тебя как зовут-то? Витек. Я Влад. Тебе тоже. Баркин, да? Баркин. Что это такое вот это? Я думал это эти, бля. Сладкие палочки. А. У меня вот тормози видос, продолжим. Пашины, в воду застаньте. Вода детская хорошая. Капок. Йогурт, тёмень. Какая машинка целая. Где? Уже всё унесли. А? Йогурт. Слышишь, хочешь распечатаю? Ты. Да похуй. Ладно. Короче, хочешь, давай сейчас это. Давай. Давай, срок годности. Да похуй. Посмотри, я сейчас, в смысле, я ещё ложку достал. Ну, всё. Спасибо. Пожалуйста. Так, номер дашь? Я, бля, сейчас вот, блядь, куплю на днях. Прикинь, вот, буквально неделю назад. А это постоянно плюётся. И, короче, прям, открываю, прикинь, сенсоры и два кнопок. Покажи найденный телефон. У тебя с собой он? Убой. О, нормальная Nokia. Это сенсорная. Да, сенсорная. И музон слушаешь, да? Вот, блядь. Ебать. Это бабушкафон. Ты на связи, короче. Только сим-карта нужна. Да. А заряжать где? Есть где? Тесла. Где ты, блядь? Электричество кругом, пацаны. Ну да. Не курсик? Ну, можно добывать, я знаю, там. Под столбом. Под столбом на колышек вбить, провода накинуть. Ты чё, манутый? Лэпами. Там будет. Помните такой момент это? Анекдот. Ваше здоровье. А что это? Муравьиный спирт. А, ну да. Это знаете для чего? Это... Фунфырики. Я знаю. Ну, ладно, ялка. Но это можно его употреблять. Ага. Похавать будешь? Нет. А что, конфетки? Да я не голодный. Под йогурт ложечку надо. Сейчас я тебя найду, может. Не, давай. Я тоже вилку нашёл. А, есть? А, у тебя металлическая. Вот, будешь? А, да, попробуй. Не, не хочу. А чё? Не скисло? Норм. Да по... Хоть прошусь, по крайней мере. Я понял. Чё смотришь, блядь? Да я не буду отбирать. Опа, нифига себе. Кассеты. Для видики. Антикиллер. Видеомагнитофон. 13 призраков. Не грози южному централу. Охренеть. Да. Это мы с братом смотрели. Давайте их сюда сколько ездить. Тебе все прям? Да похуй. И DVD. Ну это без упаковки. Короче, скажи что-нибудь хейтерам, пожалуйста. А чё сказать? Чё хочешь? Вот хейтер тебя нахуй послал. Чё ты ему скажешь? Нахуй. А за какую хуй ты меня послал нахуй, Вася? А? Шо? Шо, блядь. Люблю шокать, хейтер. Если нахуй меня послёшь, ну давай столкнёмся где-нибудь мне похуй. Проблемы есть? Да, Вася? Вася, ты чё, конкурент? Вася? Какой хуй конкретик? Хунтишь, блядь. Хунтишь, блядь. Хунтишь, блядь. Хунтишь, блядь. Можешь пиваться? Пиваться, блядь. Блядь. Пацаны. Я пью. За Россию. Вот, давай, давай. Матушку. Бородач. Усё? Какой бородач? Ну бородач какой-то. Да нахуй. А что ты не бородач? Вот что это? Будь дарил. Дверь, ай тут, а нахуй, блядь. Балла, держи. Слышь, держи. Вот, закусован всякую. Усё? О, блядь. Нормально? Лучше не показывал бы. Они бывали этих. Да. Не нахуй. Лучше бы удалить живыми бабками. Трюбик там. Бесплатная. А вы нас с хаты. Косметика всякая. Так пахнет Диор. Диор, ребята, охренеть. А вот столько денег есть, чтобы Диор покупать. Это ж, блин, так дорого. Охренеть. Замороженные колбаски по-деревенски. А эти вообще колечками, как будто насраны. Насраны колечками вот так вот. Вау, жесть. Они аппетитно выглядят. Чего? Доллары? Блин, сто долларов. Да, это сувенирные. Это кто-то высрал из жопы. Сувенир это. Скрипыши? Вау, обалдеть, ребят. Это скрипыши. Охренеть. Да это кто их столько копил, ребят? Кто из вас копил скрипыши вот из магнита, ставьте лайк. Смотрите, они какие скрипленные. Рвутся они. Скрипыши вот эти падлы. Ай, ай. Оу, ес. Три бачка. Три сытненьких бака. О, с перцами и лучком для зажарки. Это с магазина, наверное, выкинули. О, телевизор кто-то разбил. Почему я уже второй раз нахожу телевизор, и он разбитый вот так вот. Из него достают эти материнские платы на продажу, а все остальное выбрасывают. На самом деле, многие не знают, что внутри матрицы еще есть ценные штучки, которые можно в хозяйстве использовать. Сейчас я вам их покажу. Смотрите, что есть внутри каждого телевизора или монитора. Из прикольного есть вот такая вот наркоманская пленка. Она так искажает пространство. Видишь, как она все искажает. Посмотрите на мою руку. Прям легкая наркомания. Да. Он целый? Конечно, надо. Спасибо. Ни хера себе. А мы как раз такое и ищем. Ну как? Почти целый. Тут одна матрица. На чем мы остановились? Наркоманская пленка, которая искажает пространство. И еще в матрицах есть вот такая вот штука. Это такое как бы оргстекло, которое можно использовать в качестве разделочной доски или чего-то там еще. Еще такая пленка есть. Тоже ее можно куда-нибудь применить. Это же коте из мультика. Вот это. Три кота. Три хвоста. Три кота. Три. О, кота. Картина какая-то. Кот прыгает. С днем Святого Валентина. И бананчик. Кормилица. Кормит она. Кормит. Спиннер. Ой-ой-ой. Вот это пушечка. Любишь спиннеры? Тебе прям реально? Обожаешь? Вон он очень крутой. Юрий, привет с моря. Здравствуй, Юрий. И пока. Ну, на самом деле спиннеры это уже прошлый век. Но вот металлические машинки. Вот это еще можно взять. Только это поломанное. О, а это, кстати, целое вообще. Не, тоже битая. Нифига у тебя тут машинок. Ход вилс ищи. Давай все забирать. Что там? Оу. Детские часы. Ну, шляпа на самом деле. Брелочек с костью. Это тоже возьмем. Машинку. Всякие колготки там. Ого. Вот это уже оружие. Помойка дарит средства самообороны. Нифига себе. Что за машинка интересная? Я такую не видел ни разу. Машинка-трансформер. А, она вот такой шарик превращается. А, по-моему, ее кидаешь обо что-то, и она раскладывается. Машинка-трансформер. О, кстати, там какие-то две коробки. И походу они тяжелые. Они так стоят. Как будто в них что-то есть. Ну, да. Ребятушечки. Оу-май. А, я ж пёкнул. Мультиварочка в коробке. Редмонд. Я такую не раз находил. Внутри, кстати, вот это алюминий. И что-то тут еще. О, так это от нее чаша, видимо. Новая, что ли? Охренеть. Такое я первый раз нахожу. Мультиварку еще с новой чашей в комплекте. Но она не новая, но хорошая. Ее только отмыть надо, и все. Думаю, взять можно на продажу. Балдеж. Продать можно будет. Ее рублей за 400. Хм. Что-то не пойму, есть тут чего-то или нет. Да ну нахер, живые раки. Да, мы раков забыли. Вот они здесь живые, наши раки. Ползают. Как их бомжи-то еще не съели? Раков-то наших. А как они еще? Он живой, блин, ну сами шевелит. Он выжил. Все сдохли, а он выжил. Видите, ребят, все красные? Один-то не красный. Вот он шевелится. Живой рак. Из помоечки. Шевелится. Не сварился. Повезло он, счастливчик. Да, живых раков помойки я еще не находил. Зарачка, ребят, ставьте лайк. А этих можно захавать. А этого надо отпустить. Ля, ребят, ля. Шевелится. Раковидный рачок. Живой. Ну придется, блин, оставить бомжам на съедение. Прощай, рачок. Кормилица. Кормилица. Кормит, но не нас. Здрасте. О, дайте мне, пожалуйста, вот этот пакетик. Вон там. Какой вот этот? А, да-да-да, с этими штучками. Ой, вот это я люблю. О, все рассыпалось. Ну я сейчас соберу. А это... Это курительные штучки. Продаю по 20 рублей. А зачем они? А их курят потом. Докуривают? Докуривают, как бы, да. Не, я из Питера, я не местный. Ты из Питера? Да, я приехал на гастроли. На гастроли, на помойке. Я серьезно. Охренеть. Одноразочки. Ребят, вы посмотрите, сколько штук. 6, 7, 8, 9, 10, 11 одноразок. Обалдеть. Ребят, вы посмотрите на эту дорогу. Это просто кошмар. Мы сейчас приехали в самый худший район Краснодара. Район музыкальный. Тут просто жесть. Тут такие озера на дорогах. Хотя дочь был здесь хрен знает когда. Но мы сейчас попробуем здесь что-то найти. Как тут люди живут, я не понимаю. Тут такое гетто. Просто кошмар. Я худшего района в своей жизни никогда не видел. О, помоечки. Давай посмотрим. Ой-ой-ой. Вы посмотрите, это жесть. Но у меня слов нет. Это кошмар. Какие помойки тут, капец, они чистые. Прям видно стерильные. Обработанные антисептиком. Капец, они грязные. Воняет, жесть. Не, я в этом районе первый и последний раз. Сюда я больше точно не приеду. Ну а что здесь еще остается делать? Как не пить водку? Что это? Кусок сала. Ого. Вот это мандариновый куш. Обалденные. Буду ехать и кушать мандариночки с помойки. Блин, мандарины я люблю. Карты какие-то. С машинками. О. Какой-то станок. Джилет. О, это он еще и с вибрацией. Ха. Россия. Работает. О, ни хера себе. Это вот эта вот женщина сейчас выкинула? Стопочки, ребят, зацените. Новые вообще, новый набор. Для водки стопочки. Это чего такое? А это, походу, да, кстати, для стопок подставка. Только тут болтов не хватает. Вот так оно как-то делается. Вот еще там что-то есть внутри. Охренеть, а это бокалы уже. Вот такие бокалы. Здесь их 3-6 штук. 6 бокалов вот таких новых. Нифига так они элитные, топовые. Вот болты для крепления вот этой штуки. С барной стойкой. Набор 12 предметов. Вот так оно выглядит. Охренеть. О, алюминий. Алюминий. Тогда это наша территория земля. Мы здесь работаем. Да? Ну, классно. Чего? Наши вещи земля. Какие ваши? Я в помойке нашел это. Ваша дома. Это общественное место. Поменьше тут проезжать, то колеса нахуй. Ребят, ну вот дворник. Видели какой местный? Считает помойки, что это его собственность. Кстати, вот я думал, русские дворники не будут такое говорить. А они все равно так говорят. Это вообще неправильно. Нельзя так. Его вот может быть здесь, за вот этим забором. Это его, я так понимаю, коморка. Туда мы не лезем. А что тут монеты рассыпаны? Нифига себе. Кэшбэки. Вот и 10 рублей. 93. А что у тебя мозоль? А это снег чистый. А, я думал от дрочки. Смотри, крысиная нора. Ага. Давай туда монетку кинем одну. Фу, ну да, тут крысами воняет. О, вон она побежала. Ребят, тут крыс много живет. Вон, дохлая крыса вообще лежит. Вон она. Тут крысами воняет. О, блинчики. Это можно крысок подкормить местных. Вон она, кстати. О, еще одна. Кстати, почему-то она прибежала к крысиному трупу. Да вон они бегают. Я им блинов подкидываю. Сумочка спортивная. Вроде целая. О, прикинь, телефон. Первый за сегодня телефон без аккумулятора. Ну ничего, аккумулятор можно купить, ставить. Lenovo. Ну, вот самое плохое, что в нем битый экран. Вот это очень печально. Ведь самое дорогое в телефоне, это замена экрана. Поэтому его придется на запчасти продать. Офигеть, ребят. Смотрите, что выкинули. Слепок детской ножки. И вот фотка ребенка, чей слепок делали. И еще один слепок. Другого уже ребенка. Блин, я надеюсь, что все хорошо. И это просто как бы, ну, как-то странно. Почему слепок ножки? Вот это память. Хранили, видимо. А, по-моему, выкинули. Что у людей произошло? Из-за чего они это выкинули? Блин, не хочу думать о плохом. Напишите ваше мнение в комментариях. Нихера себе, чувак. Блин, походу это этот. Фонарик с электрошокером. Он не работает. Охренеть, топовый фонарик. Похож на фонарик с электрошокером. Капец, он металлический, тяжелый. Телефон, фонарик, блин. Неплохо, неплохо. О, а вот и аккумулятор от этого Lenovo. Вот аккумулятор. Ну, его даже можно не брать на самом деле. Потому что этот телефон все равно на запчасти продастся. Ого, курочка жареная. Кусочек тортика. Ммм, как пахнет аппетитно, блин. Я ж так есть захотел. Да ладно. Нихера, чувак. Ребят, зацените, что он нашел. Медная трубка толстая. Это от кондиционера. Да тут сейчас полкилограмма меди будет. Там еще тоненькая, наверное, тоже трубка. А, это медный кабель. Слушай, неплохо. Дай взвешу. Я согну пока. Не, ну тут грамм 150, наверное. Охренеть, ну это чистая медь, ребят. Еще. Ооо, ну грамм 300 точно будет. Неплохо. Не, все-таки здесь полкилограмма есть, ребят. Полкилограмма чистой меди. Кайф. Так, мусор уберем за собой. Главное, чтобы сейчас дворник не пришел и не сказал. Вы что мою медь забрали? Это моё. Сразу уберу. О, орешки со сгущеночкой или нет? А, заварные пышечки с клубникой. До какого? Изготовлено 23-го, 11-го, 21-е. Срок годности какой? Вообще не написано. Какое у них? Ну они засохшие, капец. Все, они уже невкусные. Ооо, круассанчики! Ооо, оооо, 7 days! Я, ребят, сейчас капец голодный. До 25-го февраля срок годности. Я их сейчас как раз похаваю. Вот это топ. Это очень кстати находка. Мой желудок сейчас будет петь серенады. Суховаты слегка круассаны. Но начиночка радует, ребят. Начиночка сладенькая, хорошая. Ля, как уютно. Сапожки модные. Нифига себе крутые. Но это стиль. Поводок. Флекси. Классный бренд. Только он поломанный. Гейнер. Ну понятно, спортпит. Скорее всего просроченный. 19-й год, ну конечно. Ооо. Ооо. Ой-ой, что это за шприцы? Мне кажется, это из кого-то жир выкачивали. И кто-то решил его хранить, этот жир. Ну я имею в виду человеческий вот этот жир. Второй раз уже вижу снимки подобного плана. Это меня толкает на разные мысли. Ой-ой-ой, ни хера чувак. Тут такой вынос с хаты, что мама не горюй. Я надеюсь, тут техника будет. Смотри. Мне кажется, кто-то не... Ну, как бы прямо скажу, мне кажется, кто-то умер. Потому что тут такой вынос, будто после умершего. Столько таблеток. О, Билайновский этот роутер. Блоки питания. Вот это все берем. Коробочка топовая, да? Ооо, а тут что? Нифига себе, блин. Да тут столько всего будет, я уверен. Всякая бижутерия. Украшения. Вот тут вот, смотри. Блин, надо смотреть. Там внутри какие-то сережки. А, вот такие они, нифига себе. Прикольные. Вот еще ажурелье, ребят. Короче, забирать это все надо. Это на барахолке со свистом отлетит. О, нифига себе. Смотри, какой переходник для Самсунга. Ну, с такого микро-USB на USB. Ребят, видели хоть раз такое? Там можно флешки подключать к телефону, понял? Нихера себе! Охренеть! Ребят, зацените! Охренеть! Да ладно! Охренеть! Там реально патроны! Чувак, там патроны! Там внутри патроны! Оно что, стреляет? Ребята! Это СВД, насколько я знаю. Винтовка. Зубы молочные. Это винтовка вроде бы СВД. Ребят, это макет как будто реально, ну, настоящей винтовки. Давайте я ее зарядить попробую. Тут даже это нажимается. Спуск затвора нажимается, ребят. Охренеть! Сколько она стоит? Она, наверное, дохера стоит. Тут прицел есть. И реально там дыра, дула, то есть внутри настоящая. Ребят, я в шоке. Вот это находка. Охренеть! Блин, вот это я в Питер заберу на память. Приклад, блин, такое тяжелое. Волосы, прикинь, волосы. Парик. Это эти нарощенные парики, парик. Волосы настоящие. Это прицепляются на голову. Нифига себе! Как оно стреляет? Это хлопушка настоящая. Топовые находки, ребят. Вторую хлопушку не будем взрывать, заберем. Охренеть! Что это? Это рации. Тефаль Бэби, это рации детские. Одна? На вторую искать. Ребят, это детские рации. Ну, типа аудионяня. Детей слушать. О, вторая рация. Фонарики вот такие вот на батарейках. Рация вторая. Вот это я очень люблю такие выносы из квартир. О, чувак! А это, короче, IP-видеокамера. По Wi-Fi она работает. Видеоняня это. К ней еще должен быть мониторчик. Видеоняню нашли, ребят. Колоночки Свен для ноутбука. Возможно, рабочие. О, это сумка для ноутбука. Офигеть, как новая, ребят. Сумка для ноутбука. Ребят, мы сейчас ищем бомжа. Он говорил, что где-то вот здесь живет. А где именно, непонятно. Но он нам объяснял, что примерно где-то тут. Воняет как раз таки, как от него воняло. Да. Да я думаю, вот здесь он и живет. Есть кто? Тут он и живет. Вот здесь прям воняет бомжатиной. Вот тут он и живет. Вон печка, они вот тут вот что-то готовят. На костре. Бля, тут кто-то шевелится. О! Кто там? Ой-ой-ой-ой-ой, там крыса. Или кто-то шевелился. Кальян. Вот тут он может спит или нет. Капец, у них тут всякая херня, блин, натаскивают. Кальян. Кстати, хороший кальян. Где битая? Голба? Это подзамотать. Нифига. Чё, у бомжей уворуем кальян, что ли? Да нахер он нужен? Вот матрас. Где они спят-то, я не пойму. Охренеть тут вещей. Ребята, ну это местная заброшка. Бомжи, походу, опитают. Или это он один тут живет? Так, мы даже кровати толком-то и не увидели. Где он живет? Капец, тут жутко, ребят. Вот тут он, наверное, спит. Бомж этот. Ну чё-то, блин, да не... Ничего, реально, что ли? Вот тут он спит. Фух. Оно всё мокрое. Там ещё этих вшей белевых, знаешь, сколько? Может, он, кстати, на вот этой теме спит. Он её кидает и спит на ней. Да, он тут готовит еду. И тут, прикинь, сколько тут копоти потом. Опять жуткое местечко. Ну ладно, зато мы знаем, где он живёт. Смотри, тут ещё есть стропа в ту сторону. И они тоже туда ходят. Возможно, там ещё есть место какое-то. Вишь, здание какое-то. Нифига себе тут металла. Вот эти швеллера металлические. Вот, кстати, этот швеллер с крыши. Его же, блин, взять беспроводную болгарку, порезать и на металл сдать. Есть, знаешь, такие мото-болгарки огромные. Такую вот взять. А, всё, тут конец. Я думал, это ещё одно здание. Ребят, едем на менталлоприёмку. Блин, ну чё ты мне поцарапал зеркало? Бомжу вообще. Похуё. Короче, братва, мы на металлоприёмочке. И решили сдать скопленный алюминий с помоем. За сколько там? Три-четыре дня сколько я тут роюсь в этом Краснодаре. Металл всякий. Вот самое интересное. Насколько выйдут вот эти медные трубки. Полкилограмма. А, ну я же говорил. А почём медь? Пятьсот пятьдесят? В Питере подороже, там шестьсот с чем-то. Это чё? Там и заработали. А, ну вот сколько мы на металле заработали. Четыреста шестьдесят рублей. Норм. Ну ладно. Всё, давайте. Давайте. Спасибо. О! Блин, ещё одна хлопушка. Давай ты попробуешь. Балдёж. Да, очень громко. Капец, это круто, ребят. О, градусник новый ещё, советский. Запечатанный. Советский новый градусник. Вот это можно взять. Хотя он разобьётся, блин. Опасно, опасно. И избишечка. А, чувак. Это, блин, это ржачная тема. Это колонка микрофон. Это караоке. Ещё, слышишь, неплохое караоке. Только оно севшее, наверное. Не, ребят, реально как новый микрофон. Караоке. Я такое, кстати, первый раз нахожу. Здесь там микрофончик шляпный. Фитиль для зажигалки зипа. Охренеть. Микрофон караоке. По-моему, проверим его на заряди. О, чувак! А вот и этот нетбук, который был в этой сумочке. Вот это уже обидно. Зачем так сделали? Кнопки поотрывали. Тут клавиатуру надо менять. Прикинь, включится. Нетбук Acer на процессоре Intel Atom. Короче, старенький нетбук маленький. Блин, а экран целый у него? Да, экран целый. Но тут, по идее, клавиатуру заменить и всё. Это Acer Aspire On. Acer Aspire On. Ну, такой, я думаю, будет на Авито. Стоит тысячи три-четыре. Продать его, в принципе, за полторы тысячи получится. Надо от него блок питания найти. Но состояние у него вообще офигенное. Только лишь клаву поменять и всё. И вот эти стразы отклеить. Нормально. Охренеть. Граната, чувак. Класс опасности. Страйкбольная граната. Походу, я не разбираюсь. Охренеть, какая помойка сегодня. Удивительная. Ребят, напишите в комментар... Ты чё, серьёзно? Блин, давай потом. Напишите, ребят, в комментариях. Это страйкбольная граната или чего это? Или это петарда такая? Ну, я думаю, она взрывается. Обалдеть. Краснодар радует, ребят. Целая гора находок. И топовых. И музыкальная колонка. И нетбук. И вот такие колонки к нетбуку можно подключать. И можно парик одеть. И можно видеоняню использовать. Ребят, спасибо помойке за находки. Вот это тоже возьмём. Вот. Вот такие рамки, возможно, кто-то купит за копейки. В принципе, взять можно. Ребят, пришли второй раз поискать бомжа. Ещё взяли с собой вот эту гранатку. Взорвать бомжа с помоечки которой. Она, наверное, страйкбольная. Есть 100? Не, бомжей вроде нет. Есть 100? Ау! Так, ладно, бомжей нет. Ну и ладно. Сейчас будем взрывать вот эту гранату. Я вообще понятия не имею, как она взрывается. Реально страшно. Сейчас найдём где-то место, куда я камеру установлю. И туда брошу гранату. Вот, допустим, кстати, вот сюда. Ну что, ребят, вы готовы? Мне капец страшно. Всё, чеку выдернул. Ни хера себе, оно шантарахнуло, ребят. Ребятушечки, к сожалению, взрыв гранаты на ютубе не могу показать, потому что из-за этого мне ютуб даст жёлтую монету. Поэтому, если хотите увидеть взрыв этой гранаты, говорю сразу, она взорвалась очень сильно, я был в шоке. Смотрите взрыв гранаты по ссылочке в описании. В моём инстаграме. Мейби-бейби, мейби-мейби-бейби. Лучше твои девочки. Лучше кормилицы на свете. Ой, сколько бочков сытненьких. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, он мне чуть ногу не прижал. Пузатый ты, падла. Огурчики, хлеб. Чё за херня? Чё и конкурент наглый. Прикинь, ты тупо залетел к кормилицу. А делиться? Это моя территория. Эй, Гаврик. Сейчас я с ним разберусь, ребят. Кто там рвается такой офигевший? Слышь ты, а чё ты тут? А делиться? Кто? Делиться. Чё ты делиться? Ну со мной делиться. Я Штребух, а ты? И чё? Я самый главный расхититель-кормилец на районе. Да? Да. Так иди на свой район, это мой район. Я буду драться. А мы с тобой не знакомы? Чё-то лицо очень знакомое у тебя. Нет? А вроде я тебя уже знаю уже. Мы с тобой видос снимали. У тебя канал Евг называется. Монету отключили? Вот эта жизнь тебя довела. Да. Ладно, ребят, это всё шутки. Это Женя с канала Евг. Ссылочка на его канал в описании. Сегодня он к нам присоединился для того, чтобы расхищать вместе с нами кормилицы. Так, рыбитушечки, следующая кормилица. Чё у вас тут? Орбидол. А вот это чего? Беспонтовая? НБА, Адидас. Женечка, иди сюда. Запрыгивай на забор и залазивай вот сюда, в бак. Я хочу видеть тебя именно здесь. Да, смотри, одноразочку. Я её сквозь пакет увидел. Вот она. Что, как успехи? Ничего пока вообще не нашёл. Смазочками не надо. Вот, для пениса запечат... Чувак, она запечатанная, Контекс. 530 рублей стоит. Вот, в упаковке. А эту уже использовали. Она даже чуть там осталась, капелька. Так, Дюрекс. Чувак! С дополнительной смазкой Дюрекс Элит. Тут ещё есть. Вот, Дюрекс Натуралс. Опа! Вот это деду надо. Вот это уже пригодится. Вот такие ребятушечки, вот. Вкусняшка. Запить зачем-то вот это? На чиле, на расслабоне, по кайфу. Ну, чё там? Чё интересного? О! Тихорецкое, живое. Да, бодягой обычной пахнет. Она мне напоминает вкус блевотины. Я вообще ничего не нашёл, кроме очкиди. Мне, походу, это не моё это. О, ребятушечки. Это, вы видите, чё у меня в руках? Это большие коробочки ютубовские. В них лежали кнопки. И я их уже распаковал. И снял обзор на лайв-канал. Вот здесь была серебряная, а здесь была золотая. Ну, как были? Они есть. И обзор на них вы можете увидеть, перейдя по ссылочке. Вот тут всплывёт. Или в описании видео. Заходите и глядите. Заснял классный обзор на лайв-канале. Вот, спасибо вам за то, что посмотрели видео. Самое время сейчас посмотреть обзор кнопочек. И будет всё прям офигенно. Помойка кормит ребятки. Посмотрите вот эти видео. И подпишитесь на два моих канала. И про кнопочки не забывайте посмотреть на них. Там это вот.